ЛИЧНОСТЬ То есть он, в принципе, заходит в стадию такого провокационного отсутствия, то есть потенциально провокационного. Фактически музыка начинает настраивать на определенную частоту, на определенный лад, ментальный вот этот механизм, он реагирует, потому что если это минорные какие-то тональности, то, соответственно, тоже какая-то грусть, тоска, какие-то воспоминания о былом или о несбыточном и так далее, и человек начинает в этом увязать. И я еще хочу вот что пояснить. Мы с тобой все время говорим о сущностном, о личностном. Давай начнем с того, что в чем идет путаница в информационных источниках и вообще то, что информационное поле специально искажает. Божественное, оно внесет в себе вот это состояние вдоха, выдоха, день, ночь. То есть присутствие – это настоящесть, отсутствие – это реальность человека. Про такой же прототип – это как дневное бодрствование у человеческой жизни и ночной сон. То есть человек один днем и ночью он видит какие-то образы, и там совершенно какие-то непродоподобные порой вещи происходят. То есть что-то такое порой утопическое, что-то такое экстраординарное и очень нестандартное. Так вот, человек ошибочно, я бы даже сказала не так, не человек, а информационный источник тот или иной в виде того или иного человека вещает о том, что это все божественное. В принципе, да, но вот это божественное имеет две фазы, две зоны, как бы скажем, такой некой активности – вдох и выдох. То есть он имеет стадию присутствия и стадию отсутствия. То есть присутствие – день, отсутствие – ночь. Присутствие – это бытие сознания, отсутствие – это человек, его ментальный аспект, то есть вот эта ментальная проявленность. И это нельзя путать. И если человек, тот или иной информационный источник, вещает в виде личности через свою обусловленность, через даже неведение про эту обусловленность, то здесь ни о каком божественном речи не идет. Это, я говорю, все равно, что под водой на дне океана искать сушу – это бесполезно, там ее нет. Надо вынырнуть, надо увидеть со стороны вот это различие между сушей и водой. Пока человек под водой, он априори ничего не знает о суше. Пока человек не знает, что есть личность и есть что-то помимо личности, он априори внутри нее. То есть он в темнице, и он даже не знает, что он в темнице. Опять та же самая пресловутая желтая стрела Пелевина, что они в поезде, и они не знают, что они в поезде, поэтому они не могут сойти, остановить его и сойти. Пока человек не находится в наблюдении, пока он не установил это наблюдение, в дальнейшем, естественно, идут более глубинные уровни, глубинные орбиты, это наблюдение за наблюдением и так далее. Мы не будем сейчас это озвучивать, возможно, позднее, хотя мы уже затрагивали, да, в предыдущих подкастах. Без этого наблюдения человек априори спящий. Если он даже играется в наблюдателя, это тоже не значит, что он прозрел, пробудился и на пути освобождения. То есть должно быть всегда наблюдение за деятельностью ума, за мыслью. Не быть внутри мысли, а наблюдение за ней. Да, ты можешь быть в наблюдении за тем, как ты видишь, как стучится эта мысль, что она тебе предлагает, куда она тебе тащит. То есть ты как бы в управлении этим процессом, но не как пассажир. Поэтому нельзя путать локомотив и пассажиры. Есть стартовое излучение, вследствие чего возникают страдания. Вот давай посмотрим. Вот, например, один человек страдает от того, что он хочет кушать, а есть свинина, а ему нельзя. И вот он страдает. Вот смотри, сколько мы знаем ситуаций, когда аналогичные информационные источники, желтая пресса, вещают разные ситуации. То есть вещают о том, что женщина узнала об изменах, и она покончила с собой, напила с таблеток, сбросила с балкон, неважно, порезала вены. Она не может пережить. То есть перемещаемся на Ближний Восток, и та же самая женщина, то есть та же самая анатомия, физиология. И у ее мужа еще три жены. И она не вешается, не прыгает с балкона, не режет себе вены, не пьет таблетки. Почему? В чем разница между... Почему в одном случае страдания есть, а в другом случае страдания нет? Надо придумать себе образ. Правильно? Как должно быть. Эталон. А потом страдать. Потому что что такое страдание? Это несовпадение желаемого и действительного. Это начало любой апатии, начало любой депрессии и так далее, и так далее. Всех панических атак. Это когда мыслительный процесс зашкаливает. Человек им никак не управляет, он не замечает, он плавает внутри него. И этот вихревой поток ментала им крутит. От того, что ты будешь направлять куда-то внимание, это ни о чем. Надо посмотреть, кому принадлежит внимание. Как это функционирует. Установить наблюдение и за самим вниманием, и за тем, кому оно принадлежит. Только в этом случае у тебя появляется право выбора. А так ты жертва, тотальная жертва. И никакого выбора нет, и быть не может. Смотри, я тебе опять хочу сказать. Здесь за всем этим у многих информационных источников кроется скрытая вот эта черта, скрытая частота наркотика. Я сейчас объясню, что я подразумеваю. Инфовируса, то, что я принято называть. Вот смотри, вот человек, который что-то почитал, что-то попробовал, и он нашел свою уютную зону комфорта, свою люлечку, свою колыбелечку. В том, где он чувствует себя защищенным и спрятанным. И ему кажется, что вот это то состояние, которое он обнаружил, это и есть прозрение, это и есть просветление. Но это не так. Это просто разновидность вот этой ментальной тюрьмы. В доме моем обителей много. Можно одну обитель зайти и больше никогда оттуда не выйти. Пока человек считает, что духовность – это какое-то определенное возвышенное чувство, возвышенное состояние, какое-то приподнятое, одухотворенное, и это априори спящесть, и это априори наркотика, априори инфовирус. Потому что духовность – это и есть все, что ты делаешь, только будучи присутствующим, включенным, будучи в наблюдении, в правде самому себе. Что бы ты ни делал – кушаешь, спишь, выносишь мусор, занимаешься любовью, ссоришься, расстраиваешься, иногда грустишь. Ты знаешь, почему с тобой это происходит. Потому что человек не может стереть личность, он не может уничтожить программу этой личности. Это как прийти в ночной сон и пытаться уничтожить сон. Это невозможно сделать. Можно только выйти за пределы этой чистоты, и тогда происходит пробуждение. То есть невозможно, если ты обмазанный маслом и говоришь, я устал быть жирным, дайте мне еще 2 килограмма масла, я себя обмажу и стану обезжиренным. Так не бывает. Ты той же самой субстанцией, изначальную субстанцию не уничтожишь. Поэтому мое ощущение в том, что, конечно, так или иначе, тот или иной человек, он интересуется, он читает, он посещает семинары. Это нормально. Я говорила и повторюсь, что все направления, все учения, те или иные эзотерические всякие семинары, сатсанги, ретриты, они все нужны только для того, чтобы однажды осознать, что они никогда не были нужны. Но это очень важное осознание, очень важное, очень сакральное. И к нему нужно прийти не головой, не мыслью, а именно всем своим существом. Потому что человек не может зависеть от того, прочитал он какую-то книгу или нет, услышал он что-то на сатсанге или нет. Даже в принципе, я сейчас скажу, может быть, такое шокирующее, даже эти подкасты, о которых мы говорим, да, человек может обнаружить все без этих подкастов в том числе. И просто с этим разбором это будет легче у того, у кого есть зов, у кого есть намерение, если этого нет, и подкасты бесполезны. Давай сейчас подведем как бы некий итог и такую черту, и сделаем акцент. Недопустимо, пока в человеке вот есть потребность найти спасительную идеологию, пока человек курсирует от одной идеи к другой, вот в поисках вот этой заветной идеологии, это продолжение сна, это спящесть. Вот только осознание того, что нет и не может быть никакой идеологии, и в этом назначение этих подкастов, и в этом водительство, и в этом проводниковость, что человек обнаруживает сам в себе не просто ответы, а вот эта способность к отвечанию, к способность к слышанию внутри себя, собой, посредством себя. Не благодаря прочитанным фразам, которые идут в какой-то компиляции, удобно складываются в тот или иной момент и выхлопываются в голове, как мысль. Нет. Идет разговор не о прозрении, как мысли, а о прозрении, как ощущение, как то, что я знаю, потому что я знаю и я думаю, я знаю, я предполагаю, и это не одно и то же. И любой человек, мы это говорили в одном из, по-моему, первых подкастов, может просто сесть и ощутить, когда он говорит, я знаю, где он чувствует присутствие в теле, и где он чувствует присутствие, когда он говорит, я думаю. Потому что человек, он просто скопище, такая библиотека, которая вот в хаотичном, знаешь, такой микс. Вот часто делают такие компиляции, миксы в Ютубе, когда там смешивают мультики или смешивают какие-то ролики или какие-то цитаты тех или иных информационных источников, и вот якобы это какая-то мудрость. Нет, это не мудрость. Это просто костыли. Никогда костыли не станут собственными ногами собственного духа. Никогда. Помнишь, мы опять недавно говорили, все гениальное просто. Но та простота, о которой идет речь, она открывается с уровня гениальности, а не с уровня невежественности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова